смазка машины осуществляется вот этим вот насосом с этого насоса выходят трубопроводы значит вот у нас идет вот здесь вот должна стоять такая еще круглая штука с сеточкой маслозаборник она опускается в картер и вот сюда вот засасывает масло засасывает и выдавливает вот сюда идет и вот пошло по трубопроводу сюда теперь выходит вот сюда пошла сюда пошла вот это вот на смазку это пошла на смазку челнока здесь создается давление и масло поступает по соединительным каналам валик челнока и наверх к челноку там я ставил в валик челнока фитиль этот фитиль смазывается и при оборотах челнока там идет разбрызгивание этого масла и масло попадает на стенки челнока так далее вот здесь вот у нас масло вот пошло тоже по валу и попадает вот сюда так здесь вот масло заходит вот сюда попадает в отверстие вала и вот с отверстия вала выходит и попадает вот сюда вот на смазку втулки отсюда вот масло идет еще ответвление пошло вот сюда и вот сюда масло идет попадает вот сюда и вот это идет у нас на контрольку контролька говорит о том что насос у нас работает и качает вот это вот часть вот это она выходит изнутри там идет внизу платформы рукава и поступает вот сюда это у нас идет отсос отсос масло идет с рукава машины там где стоит рамка игловодителя вот здесь вот идет у нас трубопровод и он прижимает войлок здесь может скапливаться масло и вот это у нас отсос он отсасывает масло и подает в картер вот эта труба вот она идет на слив вот такой вот войлок стоит вот еще идет у нас слив две трубки слив масло вот это у нас отверстие идет тоже на сброс лишнего масла вот этот фитиль должен стоять вот сюда вот было быть заправленным мы его вот сюда и заправим значит устанавливаем а вот этот второй он должен идти вот сюда вот на втулку значит нужно так вот все установить значит могу еще сказать что эти трубки может специально опустили вниз так чтобы сюда меньше попадало масло так как у нас вот здесь вот нет винта который регулирует подачу масла значит берем сейчас затягиваем ставим нашу контрольку вот в принципе должно быть вот так вот эта трубочка заходит вот сюда во втулку на нити притягиватель смазки а вот это входит вот сюда для смазки втулки главного вала ну значит я пока это оставляю так винт будем искать смотреть если же я винт не найду значит эти трубки опущу сюда обратно чтобы масло у нас стекало в картер чтобы у нас отсюда с под боковой крышки не лилось масло вот у нас контроль подачи масла вот это вот с этой стороны у нас должен закручиваться винт и регулировать подачу масла на все трубопроводы и вот смотрите винт здесь был закрученный заглушка просто стоял простой ну я вот попытался сделать винт винт шестерка и вот так вот здесь сделал под конус вот такой он закручивается суда и перекрывает прохождение трубопровода уже давление масла уже будет не таким большим как раньше на полную катушку вот это регулировочный винт для масла я сделал и окору аккуратно здесь закручиваете здесь резьбы совсем немного миллиметров 5 аккуратно закручиваете чтобы у вас этот картер не лопнул обычно если загоняешь туда винт дальше там дальше резьбы нету там просто отверстие чтобы вот эта часть не лопнула очень часто если загоняешь винт и он уже идет туго то соответственно он лопается потом ничего не сделаете все это аккуратно вот я проточил резьбу и сделал под конус вставляем и закручиваем вот смотрите я закручиваю винт вот у меня уже идет трубопровод видите вот где он начинается и винт у меня вот я закручиваю и он перекрывает трубопровод вот так вот я перекрываю больше чем половина больше половины чтобы масло как можно меньше текло потому что машинка со временем люфты выработки и соответственно на всех деталях появились утечки масла и тогда машина вся получается в масле ну вот так вот если вот здесь вот будет подтекать масло то сюда можно взять и намотать немного подмотки беленькая подмотка как наматают под трубы вот можно полосочку взять и сюда подмотать но чтобы не сильно загонять а чтобы просто уплотнить вот эта трубка у нас идет на сброс лишнего масла и здесь идет вот трубка тоже на сброс чтобы чтобы не создавалось лишнее давление ну все трубки конечно должны быть одеты плотно винты вот здесь вот должны все закручены быть затянуты ну чтобы как можно меньше выходило масло когда ставите машину значит нужно посмотреть уровень масла и посмотреть всасывающий пятак этот сеточкой чтобы он зашел чтобы он погрузился в масло и тогда вытаскиваете нитки и на средних оборотах включаете монотонно машину и машина работает пока и вот сюда через контрольку не пойдет масло значит если у вас масло суда не не закачивает или доходит только суда и вы видите что она дальше не проходит то соответственно где-то у вас идет дырка в трубопроводе или перегнутая шланга вот это как я уже говорил регулировочный винт масло трубка вот сюда вот на подшипник вот эта маленькая трубка идет вот сюда на втулку на главный вал ну еще смотрим разные мелочи значит вот сюда вот я поставил направляющую под нитку чтобы нитка у нас ложилась ближе сюда за центр если ее пустить вот так вот то она может отсюда выскакивать с тарелочек вот в таком положении я думаю что она выскакивать не будет вот у нас одна задвижная вторая вот поставил задвижную пластину у меня была вот такая вот большая я взял ее отметил обрезал здесь вот просверлил отверстие чтобы можно было открыть теперь вот это вот разрез это разрез специально для того чтобы мы регулировали посадочное место когда вставляем и пластина сильно болтается кладем ее вот так вот вставляем сюда отвертку и чуть-чуть на излом разгибаем ее вот эту часть отгибаем и только так аккуратно чтобы пластина у нас хорошо закрывалась а свободно но и в то же время чтобы она не болталась вот видите ногтем вот так вот открывается но смотрите одна пластина это не очень хорошо вот так вот она соответственно при работе будет отходить сюда вот ставлю вот такую пластину пружину здесь есть специальное отверстие и вот так вот эта пружина должна заходить вот сюда и вот сюда закручиваться винтом и это вот пружина выглядит вот так вот она столистая чуть подогнута здесь вот отверстие и здесь вот нижняя часть она длиннее а верхняя короче и когда вот так вот пружина ставится вот сюда под пластину нижняя часть а верхняя упирается сюда и она не будет давать открываться пластине назад значит ставим ставим вот так вот ограничительную пружину на задвижную пластину закручиваем винт затягиваем хорошо ну вот смотрите пружина должна быть чуть-чуть приподнято вверх вот я ставлю задвижную пластину закрыва закрываем и она у меня защелкивается видите вот все назад пластина уже не откроется если нужно открыть я беру вот так вот нажимаем и открываю свободно вот так вот можно немножечко вот здесь вот еще чуть-чуть отжать чтобы было по плотнее вот видите я чуть-чуть отжал и она уже туговато идет уж туго значит сверху вот так вот немного приступить опять наговато вот надо как так вот вымерять и сделать чтобы она плотно заходила вот видите пластина закрыта я вот нажимаю и пластину открываю опять же ставлю и пластину закрываю все пластина у нас закрыта вот это нужно точно выставить и все будет нормально затягиваем винт все проверяем вот все работает так здесь тоже все